Уважаемые дамы и господа, ну а сейчас соглавный бой нашего турнира. 8 раундов в среднем весе до 72,6 килограмм. Бокс – это борьба с самим собой, мне кажется. Потому что, когда ты выходишь на ринг, в первую очередь, надо побороть себя, свои страхи, свое волнение, переступить и показать то, что ты никогда не показываешь. Я хочу подраться за абсолютного чемпиона мира, собрать все пояса. Это мечта любого спортсмена, боксера. И чтобы мы вышли и показали яркий бой. Яркий бой для нас двоих и, конечно же, для зрителей. Потому что они потратят свое время и придут поддержать нас. И пусть победит сильнейший. Виктор Мурашкин. Виктор Мурашкин. Виктор Мурашкин. 29-летний боксер из Белоруссии Виктор Мурашкин, у которого за плечами довольно богатая любительская карьера. Но вот профессионалы пока только 8 боев. Причем так сбалансированы победы и поражения. 4-4. И из 4 побед 3 одержаны нокаутом. И ни одного поражения нокаутом. Вот что интересно, успел он подраз уже в нескольких странах. И в Германии, и в Больше, и в России, и в Белоруссии. И совершенно он не боится серьезной оппозиции. В красный угол ринга встречает его соперника из России, город Симферополь. Глеб Бакши! Ну что ж, одна из главных звезд сегодняшнего карда. Глеб Бакши. Прямо сейчас вот он. Здесь нужно порадоваться. Российский боксер, выступающий в среднем весе, с кучей регали. Чемпион мира, друзья. В 19-м году он стал чемпионом мира. В 20-м году поехал в Токио. Сражаться за золото, алимпийский химмер. Затрал бронзу, стал призером. Заслуженный мастер спорта. Чемпион России. И это, конечно, вершина практически, да? Уважаемые дамы и господа. Итак, представляю вам соперника в синем углу. Боец из города Борисов. Республика Беларусь. Ему 29 лет. Рост 171 сантиметр. Вес 75 килограммов. 850 граммов. Профессиональный рекорд. 8 боев. 4 победы. 3 из них одержаны нокаутом. 4 поражения. Виктор Мурашки. Его соперник в красном углу. Из России город Симферополь. Ему 26 лет. Рост 185 сантиметров. Вес 73 килограмма. 600 граммов. Профессиональный рекорд. Один бой. Одна победа нокаутом. Он заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призер Олимпийских игр. Стар Глеб Бакши. Профессиональный бой Андрей Гурнёвко. Команда стоп. Кричат с трибун. Глеб заканчивая. Хотя он даже еще не успел начать. Но видимо пометуя о дебюте профессиональном Глеба Бакши. Когда он очень уж быстро разобрался со своим оппонентом. А первый бой был весьма-весьма уверенным для Глеба. Ну что ж. Присоединяйтесь к бонусному клубу от Олимпбета. И каждый месяц получайте фрибеты. Деньги, начеты, кэшбэк до 20%. Очень ждали дебюта Глеба Бакши. И вот сейчас уже второй поединок в профессионалах. Очень пристальное внимание приковано к развитию его боксерской карьеры. Именно профи. А этот чемпион мира и олимпиец. Только кто-то начинает свои первые шаги в мире профбокс. Второй бой всего. Не обращайте внимания на такой, наверное, невзрачный послужной список мурашка. 4-4. Но при этом дрался он с очень серьезной оппозицией. И, например, выиграл нокаутом у Станислава Скорохода, у которого на тот момент профессиональный рекорд был 22. Дрался их с Андреем Сироткиным. Проиграл он уединокласным решением с Иваном Никоновым. Ему также проиграл только по судейским запискам. Обостряет бакши, идет вперед. За спиной сейчас Мурашкин оказался. Конечно, от этого поединка все ждут, что это будет уничтожение от Глеба. Мурашкин попытается доказать, что он еще один андердог этого карда, которого зря не дооценивалось. У шансов, по идее, на бумаге у Виктора должно быть немного. Сейчас пробивает лес и идет Мурашкин. Мурашкин в опасности. Вы видели, улыбается Мурашкин. Посмотрите, Виктор пытается дать понять, что он в порядке. Но Глеб бакши сейчас явно захочет дожать, доделать начатое. Да, у него на это есть целая минута. Вы посмотрите, какие размашистые удары от Мурашкина и тут же клинч. Выиграл несколько секунд для себя Мурашкин. Уходят бакши, лево-боковой на скачке, на подскоке очень хорошо. Подгрузил соперника, не стал сейчас. Разряжаться 40 секунд есть у Глеба, чтобы этот бой не вышел за пределы первого раунда. И снова уходят, все видит Глеб бакши. Включает на русскую раунду, это нокаут. Судя по всему, он или нет, или смог он подняться. Мурашкин очень тяжко, но снова улыбается. Виктор, как будто ничего не происходит. Нет, это нокаут, друзья, это все-таки нокаут. Улыбается Мурашкин, это первое его поражение на срочное, кстати, в профессиональной Корее. Бакши не стал затягивать, просто переехал. И как красиво он сейчас уходил от удара в концовке, просто как флеш какой-то из комиксов. Молниеносно ускользнул от всего, что предложил, и вот здесь, как автомат-калашник его уже выстрелил. Пачка ударов от Бакши. И Мурашкин так рухнул, что у меня даже не было мысли, что он еще способен подняться. Он, конечно, поднялся, но бой все равно остановили этот нокаут в первом же раунде, друзья. Как бы сказали, наверное, зарубежные коллеги, хайп вокруг Глеба Бакши вполне реален. Но второй бой, снова уверенная победа. Олимпийц собирается навести шороху в профиках, это уже стопроцентно, так что будем ждать новых противостояний Глеба. Он, конечно, очень-очень крут. Да, это ведь не тяжелый вес, а у Глеба Бакши два накроута в первом раунде, двух в первых боях. И стремительно наш боксерский вечер приближается к главному событию. Собственно, несколько минут уже нас просто отделяют от него. Появляется здесь в ринге интервьюер и, конечно, будет интересно побеседовать с Глебом Бакши. Какие планы дальше? Будет ли резко повышаться уровень оппозиции? Наверное, не стоит торопиться в мире профессионального бокса. Люди на трибунах ликуют, все в восторге от победы. Но победа была невероятно зрелищная и невероятно быстрая, самое главное. Второго подряд в гарде у нас с такими жесткими развязками. Уважаемые дамы и господа, рефери Андрей Курнявка остановил поединок на второй минуте 27 секунды первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Глеб Бакши! Буквально пару слов скажи нам. Мы все знаем, что у Глеба был другой соперник. Другой соперник. Но за сутки примерно, да, даже меньше. Ты вышел на замену, выставил здесь какое-то время. Мы, во-первых, все благодарим тебя за это. Друзья, давайте поддержим. Как самочувствие? Все отлично. Все класс. Спасибо Глебу, его команде. Спасибо моей команде. Спасибо всем, кто здесь. Да, самое главное, жив, здоров, все в порядке. Я же боксер, все нормально. Вопросов нет. Глеб, поздравляем тебя с тем, что ты был сегодня с нами. Глеб, очень веселая история с твоим соперником. У него, по-моему, страница в паспорте была заклеена скотчем. Поэтому пограничники не пустили его драться сегодня с тобой. Но как ты думаешь, так же кончилось бы? Мы провели сумасшедший лагерь, поэтому я уверен, что точно так же было все. Мы проделали работу. Я знаю, вы все пришли посмотреть на другого соперника, но не в моих правилах отказываться. Спасибо моему сопернику. Он согласился за день. Мы вышли, показали. Вы все видели. Спасибо вам большое. Сегодня, возможно, не главный бой вечера, но они еще будут и в Москве, и везде. Глеб скромный парень. Он говорит, что на соперника на его пришли посмотреть. Люди на тебя сегодня пришли посмотреть. Не важно, против кого ты боксируешь. Что дальше? Какие у тебя планы? Все просто. Сегодня пятница. Сейчас камера отключится, и мы будем гулять до утра. Все просто. Неплохо. А потом отходить пару дней, а дальше? Это не ко мне вопросы. Я всегда готов к любому сопернику спросить организаторов. Я не выбираю их, кого скинут, с кем мы будем драться. Но хочется громких боев, мне кажется, всем и людям в том числе. Поэтому я готов. Отличное заявление. Давайте его еще раз поддержим. Шикарная победа. А вообще Глеб скромничает. У него большие планы на чемпионские титулы. Поэтому давайте этого дождемся, друзья. Мы продолжаем наш турнир. Глеб скромничает. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова